Друзья, привет! Готовы что-нибудь приготовить? Я сейчас буду готовить пирог божественной вкусноты. Почему божественный? Потому что главный ингредиент это хурма. А её ещё называют пищей богов. Что ещё понадобится, кроме хурмы? Сливочное масло комнатной температуры 70 г. 80 г сахарного песка, 170 г муки, пакетик разрыхлителя, 3 яйца. Понадобится ещё немного растительного масла для смазывания формы. Естественно, сама хурма. У меня две крупные. Одна такая хурма весит примерно 300 г. У меня она очень мягкая, она пойдёт в тесто, как начинка. А вторую такую хурму я отрежу несколько кусочков, оставлю для украшения, а всё остальное сделаю вкусный соус. Ну что же, пора начинать. Перед началом замешивания теста нужно почистить одну хурму, которая более мягкая. Нам нужно мякоть. Аккуратно очищаем. Нам нужно очистить её от кожуры. Кожура нам не нужна, только мякоть. Если будут там семечки у вас попадаться, семечки тоже удалите. Закончили отделять. Всё тщательно отделили. Немножко, если кусочки попадаются, порубите ножом. Всё, закончили. Отставляем и принимаемся за тесто. Для начала берём яйца. Нам нужно отделить желтки от белков. Вот такими движениями. Можно без специального приспособления отделить. Вот и всё, почти. Раз, два и три. Белки пока отставим в сторону. Займёмся желтками. К желткам необходимо высыпать наш сахар. Можно вилочкой, можно ложечкой или венчиком. Перетереть. Добавить сливочное масло. И ещё раз всё размешать. Хорошенько размешиваем. Получается вот такая кремообразная паста. Теперь добавляем подготовленную ранее хурму. Всё вилочкой перемешиваем. Как для кекса. Теперь в эту массу нам нужно потихонечку, понемножечку начинать просеивать муку. Немножко насыпали и перемешиваем. Ещё просеиваем. И снова вымешиваем тесто. Просеиваю оставшуюся муку. И добавляю разрыхлитель. И всё, ещё раз замешиваю. Отставляем в сторонку. Теперь надо взбить белки. Для этого нужен будет блендер с насадкой специальной, либо миксер. Прежде чем я начну взбивать белки, поставлю на разогрев духовку. Ставлю духовку на 180 градусов на разогрев. Берём миксер или блендер. И взбиваем белки. Белки взбиваем до мягких пиков. Должна увеличиться пена у вас в два раза. Должна быть густая, как на безе. Примерно вот так. Теперь нам нужно пену аккуратно, чтобы она не осела, мешать в наше тесто. Берём наше тесто. Выкладываем белки. Видите, они получились как безе. Вот такая должна быть пенка. Это сделает наше тесто воздушным. Всё выложили и аккуратно вмешиваем в тесто. Вот такими движениями снизу вверх перемешиваем. Белки соединились с общей массой. Значит, тесто готово. Теперь возьмём форму. Не важно, какая у вас. У меня разъёмная. Застелила пергамент вниз. Нужно смазать чуть-чуть маслом. Не обязательно это делать сливочным. Можно капельку растительного. И размазать аккуратненько. По стеночкам и по дну. Всё готово. Выкладываем в нашу форму тесто. Тесто вылила в форму. Немного разровняла. И отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Ставлю пирог в духовку примерно на 50-60 минут. Пока пирог выпекается, я займусь соусом. Возьмём эту хурму. Нужен будет сотейничек. Несколько кружочков для красоты я отрежу и отложу. Раз, два, три. Достаточно. С оставшейся хурмы срезаем корочку. Или снимаем, если у вас она прям мягкая. Мелко порежем. Всё-таки она у меня не такая мягкая. Поэтому я порежу на кубики. И отправляем в сотейничек. Всё, теперь ставим на плиту. Ставлю на плиту. Для начала на полную мощность. Чтобы закипело. Чуть-чуть добавить воды. Чтобы она не прилипла к дну. И потребуется ещё сахар. Сахар буду добавлять постепенно. Чтобы не было слишком сладко. Или наоборот. Наш соус кипит. Дадим ему повариться. Попробуем на сахар. Должен быть чуть менее сладким, чем варенье. Прошло 4 минутки. У меня хурма уже стала мягкая. Поэтому я снимаю. Но вы смотрите по состоянию. Потому что зрелость хурмы у всех разная. Дала соусу немного остыть. И сейчас с помощью погруженного блендера взобью до состояния пюре. Соус готов. Прошло у меня 45 минут. Посмотрим по сухой спичке, готов ли наш пирог. Протыкаем до конца. Спичка если сухая, значит готов. У меня уже сухая, я достаю пирог. Достаю из духовки. Дадим ему немного остыть. Пирог надо вынуть из формы и переложить на блюдо. Немножко, если пристал, надо отсоединить. Сейчас выложу на блюдо и приступаем к сервировке. Выкладываем соус на пирог. И распределяем по всей форме. Дадим немного остыть. Потом я украшу дольками хурмы и посыпем сахарной пудрой. Я уже отрезала кусочек, мне не терпится попробовать. Очень нежный, изумительный вкус. Прекрасное сочетание всех продуктов и текстура. Очень мягкая, влажная. Замечательный пирог. Обязательно попробуйте. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Приятного аппетита!